что мне нравится в америке нравится доступность в америке мне нравится доступность если ты имеешь голову на плечах если у тебя есть какие-то определенные цели приехал в 2010 в ошен-сити первый штат первый штат нью-джерси город ошен-сити родился вот четыре месяца буквально спустя вот я приехал другу карату приехал с 20 долларами в кармане это четыре раза макдональдсе прожить вот карат не помог устроил на работу в юге бери мы работали йогурт продавали звук дашь дает двигатель тормозит он двигатель отключай его тебе не нужны тебе воздушные тормоза в горах загруженный двигатель ну попробуй выключить я думаю это причина зарплата не было 10 долларов за жилье оплатил 95 долларов не оставалось кушать 100 долларов питались макдональдс только неделю до в неделю беседоров то есть совершенно никакого дохода потом после этого как я поеду домой как я буду смотреть родители если я ничего даже им подарок просто и даже не знаешь ты не понимаешь я записывал на руку спрашивал у своих друзей на как я ищу работу они мне писали и это записывал когда я приходил куда-то устраиваться на работу я им этот вопрос задаю а когда они говорят например да у нас есть какую-то позицию хочешь я их не понимал просто стоял улыбался и разворачивался а работать работать и работать мы преследовал себя на протяжении всего этого времени я никогда не хотел ездить на траке никогда об этом не думал но так сложилось может это может это мое начало что моим это я не говорю что мы это это цель для которой надо изначально чтоб его начинать не знать меньше инвестиций я начинал четыре тысячи долларов четыре с половиной мне было четыре тысячи долларов на пятьсот долларов я купил телефон на котором не буду звонить клиентам и купил тракт за четыре тысячи я вот работал с человеком за миром и другом он уже уехал вот потихоньку мы начали сами выезжали потом получилось так что уже шли больше мужа купили дополнительный трак купили дополнительную машину у него у нас уже мы начали уже набирать людей и получилось так то что изначально я сел на работу с людьми работа с клиентами все я на телефон занимался полностью по рекламе по сайтам ну рисунок чуть-чуть не если это Если есть несколько миллионов людей на YouTube, мы собираемся выложить $20. Хорошо. Важно для этого. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. Все в порядке. И мы просто закрыли комнату. Я не хочу в порядке. Все в порядке. Они уже готовы. Они уже готовы. Они уже готовы. Вы нужны помощь? Нет, все в порядке. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. Пошли, Крис. От снизу. Все в порядке. до борща. Все в порядке initially приходи. Все в порядке. Первые OK. конечно. Я требую, чтобы для начала прийти на тренинг. Я каждому человеку даю три дня тренинга. Я полностью, конечно, все это оплачиваю. И человек приходит, я ему даю три дня, после тренинга. Если он меня устраивает, если его устраивает работу, пожалуйста, добро пожаловать. Текучесть большая. После того, как я таксовал, мой друг приезжал. Его родители приезжали, он мне попросил помочь, чтобы я его заменил. После этого ему понравилось, и мы остались вдвоем работать. То есть он мне предложил, как поработать вместе. Да, было первый год сложно в плане языковой барьер, я не разговаривал на английском, когда сюда приехал вообще. Потом с работой были проблемы, так как у меня не было разрешения на работу, то есть я здесь работал нелегально пару лет. Хаускипером работал, в ресторанах работал, мыл посудомойщиком был. Это была временная работа, месяц-два. Да, я просто, я просто хочу реализовать себя, хочу найти себя, и я вижу здесь больше возможностей, поэтому я сюда приехал, но как бы хочу найти себя, вот и все. Я не знал, что в Казахстане после окончания вуза мне нужно было идти работать по специальности в предприятии. Я вообще инженер, я закончил инженер-механик, то есть мне надо было идти на завод и там работать, начиная с самого низа, но я это не хотел, я не такой человек просто. Я думал над этим очень много раз и очень много раз хотел уехать назад, но что-то меня останавливало постоянно, но дело даже не в этом, я знаю, я всегда могу вернуться назад, я всегда могу приехать в Казахстан, как бы, это мы просто, и я просто общаюсь с моими родными, когда с друзьями, со всеми, то есть они говорят, что пока-пока еще не время, пока можешь там пожить, пока можешь там себя реализовать и потом успеешь, потому что Жагдай в Казахстане сейчас не такой уж хороший. Люди очень многие, я встречаю здесь людей, приезжают сюда из Казахстана, эмигрируют из-за условий жизни и это меня, наверное, останавливает. Я не собираюсь, как бы, не планирую получить американское гражданство, но я не такой цели. Ага. 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 Мы можем взять дизельную машину, я думаю. Ага. Мы в Просмарк? Да, я могу. Ага. 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 Нет, извините, мэм. $50 мы должны потратить только на газ, чтобы ездить в вашем месте, в Спрингфилле, а потом в Вашингтоне, и, вы знаете, вернуться к нашему месту. Это только $50 для газа. Ага. 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 Слушай, Карат, другой вопрос. Ага. У тебя Uber аккаунт активированный? Ага. А я так скажу. Надо, нет, именно, чтобы машину вызвать. Ночью. Пацаны, вы когда пиво пьете, за собой уберете. Записал. Ну, на самом деле, Рижан, это не смешно. Нет, братан, красавчик, я же тебе ничего не говорю. Нет, на самом деле, карат очень много мне чем помог. Английский у меня, можно сказать, научил в свое время, да, чувакая? Много мне чем научил. Никто же не рассказывал уже раньше, что там документы там, как ID там, драйвел асенс, там делать. Машина, что такое там, как машину оформлять, покупать. Что такое тайтл, там, и прочие детали. Траховка, все дела. Ну, с помощью вот друзей, у карата друзья вот тоже были. Кто-то уехал, кто-то еще остался. Два, можешь вазата перезанять. Уканы перезанять. Это мое. Подай, пожалуйста. Ну, я одно дам, говорит, одно надо. Говорит, жена приезжает. Холодильники там есть, братка. Пластиковые. Райпик, яйцо есть. Страшно спросил. Вот смотри, это кто-то будет доедать, пацаны? Я не знаю, а что на фигуру это делают? Брутон, завязывай. С мясом, короче, выгодный вариант резать самому. Ну, режут здесь в Пенсильвании, буквально там корову можно. Последний раз мы резали корову, мы заплатили 1200. Нам буквально разрезали, вот полностью на такие части, короче, разделили. Ну, удобно очень, да? Мы на четыре семьи поделили. Вот. Также здесь лошадей, вот планируешь, можешь лошадь зарезать. Сейчас людей набираем. Лошадь тоже в таких же пределах цены. А можно? Можно. 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 Отправляем деньги в Казахстан. При возможности там каждый месяц стараемся отправить родителям. Пусть даже они тут сами все, но, как бы, поддержка со стороны, как бы, она всегда лишней не бывает. Тем более, с сегодняшним курсом нашим это очень хорошая поддержка. Ну, и нам стало полегче, в принципе. О том, что я приехал и остался, вот долгое время я хотел уехать же отсюда. Я сначала остался на год, потом еще на один год, потом попросил у родителей на два года остаться. А уже после четырех лет я уже ничего не стал спрашивать. Все это стало, все это стало такой нормальным для меня. И уже этот, пока сейчас, на сегодняшний день я не жалею. В принципе, что сегодня, как бы, у нас тоже в стране нелегко, хотя было раньше получше. И я думаю, ребята, кто сейчас здесь находятся, они пока никто не жалеет. То есть, все, в принципе, пока. Есть планы вернуться? Планы вернуться? Да, конечно, планы вернуться есть. Вот, ну, пока только неизвестно, когда есть планы вернуться. Ну, дай бог, в ближайшем будущем, Алла Веса, поедем все с ребятами домой. Да, Жазад? А? Дай бог. Перед моя, переехать. Я не знаю. Дай бог. Я не знаю. Позаверное немного. Ты уже ничего не сдам. Позав Communist. Я дам свободу. Позавельное немного. Но ни эмоций вернули. И я не знаю. Не знаю. Продолжение следует...